здорово друзья тайник 86 и в этом видосе у нас будет тюнинг ребята тюнинг будет интересным как помните я заказал эти ништяки в веста шопе и сегодня будет установлен один из ништяков смотрите какой уплотнитель он разработан для лобового стекла для чего чтобы закрыть эту щель чтобы не было никаких свистов но принципе их и так нет ну и просто чтобы эстетически смотрел все уже законченным в красивом виде но я сюда клеить его не хочу почему я хочу наклеить вот сюда сейчас я вам ребята все объясню он также подходит на эту сторону смотрите даже лучше даже интереснее здесь он смотрится в общем есть такая проблема у всех современных машин зимой сюда залетает снег он слегка подтаивает потом он превращается в лед и долгое время он стучит на любой кочке при любой вибрации вы это слегка но ощущаете в салоне и чтобы такого не было я хочу приклеить этот уплотнитель а вот и все ребята все клеют на лобовое стекло я буду клеить на заднее стекло и до ржаветь все это дело не должно уплотнитель интересный он именно клеится он потом ходить вот так не будет есть конечно уплотнители которые просто сюда вставляются как бы в распор заходят под стекло но они создают вибрацию и натирают крышу этот не должен натирать и здесь все по заводскому хотите там все обработайте хотите не обрабатывайте в принципе обрабатывать смысла нету обезжирю пройдусь праймером и наклею пока стекло нагрелось но что нужно все здесь нам быть вот такой щеточкой она как раз в аккурат туда заходит и вымываем зимнюю соль всю гадость так перед тем как установить уплотнитель нужно его прогреть поставил на печку беру обезжириватель и обезжириваю стекло но ребята начинаю все хорошо обезжиривать также я вистошопе нашел вот такой праймер он самый дешевый вроде стоит 25 рублей но он очень эффективный испаряется очень быстро наносим моментально и так ребята вот этим же лобком просто упираемся стекло да там просто по-другому не выйдет так скотч отрываем защитную пленку не полностью так упираться не будем наверно кузову до края стекла доходим и все эстетически так будет лучше до края молдинга вот этого верхнего маленько отрываем и наклеиваем клеится очень хорошо скотч очень дорогой кстати реально если брать оригинальный скотч он будет стоить не одну сотню рублей а есть конечно тоже красные но если он стоит 30 рублей или 50 рублей за маленькую бухту это не оригинал микрофона нету такого беспроводного тяжеловато мне с петличкой ну и все почти тянуть его не надо уплотнитель растягивать как вот он ложится так вот и пусть ложится слегка так подтягиваем слегка не более но смотрите зашел я до этой границы теперь мне нужно ножницами отрезать до водостока до края его по идее до края стекла сейчас отмерим режется нормально так смотрим совпадает совпадает все ребята четенько все четенько прям не стал я упираться в кузов сюда стойку не надо вообще огонь теперь никакой лед мне не страшен полностью вот так ребята все получается по всей плоскости и видок уже интересней и никаких звуков уже не будет супер надо еще на лобовое стекло все-таки заказать и наклеить еще сюда можно наклеить водостойки тоже будет интересно но ребята вот еще посмотрите вблизи вот так все выглядит очень нравится смотрите даже как-то теперь выглядит логично здесь уплотнитель здесь дополнительный жабо как-то скос идет одновременно плавненько нету никакого обрыва все четенько в общем даже если вы будете бомбить то что это натирает крышу мне кажется все таки это натирать крышу не будет но все равно в будущем я хочу крышу покрасить в черный цвет в черный глянцевый цвет так что даже если какой-то косяк будет не беда все равно будет перекрас но если в дальнейшем все это наладится в россии все будет хорошо санкции уйдут можно будет этим заняться так что дальше дальше у нас видос будет какой уплотнители наверное два наклею это на капот этот уплотнитель очень простой здесь никаких секретных форм нету ну простой уплотнитель так а вот на двери интересная штука пришла сейчас я раскрою и покажу так ребята смотрим вот он уплотнитель он очень пористый мягкий задирать он дверь не будет он сделан под углом чисто под этот кузов в общем если вы будете закрывать заднюю дверь то переднюю дверь подпирать уплотнитель не будет это будет все выглядеть вот так вот очень честненько и плюс здесь есть засчитаны ребро в общем честненький уплотнитель наклеим здесь у меня очень простой китайский универсальный здесь он держится а на той стороне он пошел по бороде и либо полностью два заменю либо один заменю посмотрим что и как ну что ребята все ссылочки в описании еще раз говорю брал все это в мавика скоро ждите интересный дагестанский тюнинг все ребята всем удачи и пока